99 лет отделяют нас от первого дня Великой Октябрьской революции, события знакового не только для нашего государства, но и всего мирового сообщества. Мероприятия по случаю годовщины проходят повсеместно. Накануне Красного дня календаря Брестская областная организация Белорусского общественного объединения ветеранов совместно с Коммунистической партией Ленинского района, Общественным объединением Беларусь, а также БРСМ организовали встречу, в рамках которой подарили возможность собравшимся окунуться в историю в осень 1917-го. В качестве почетного гостя выступил профессор политологии Брестского государственного университета имени Пушкина Иван Котлер. Великий Октябрь и современность – такова была тема его выступления. Мы, например, старшее поколение, мы знаем, что и бесплатное медицинское образование, и медицинское обслуживание, и образование, 8-часовой рабочий день. И это все идет оттуда, еще от Великого Октября. Но, видимо, для нас сегодня главное, что это шаг к нашей государственности белорусской. Ведь 1 января 1919 года была образована БССР, а уже в 1991 году ее правоприемником стала Республика Беларусь. Тут будут молодые люди присутствовать, вот члены БРСМ, которые родились уже в этой нашей новой республике, Республике Беларусь. То есть для них вот эта история, вот почти столетняя тоже, они знают ее по книгам, по учебникам истории, по фильмам. И действительно, молодежь, которая в этот день собралась в зале, смогла почерпнуть для себя много нового. Брестские студенты с интересом слышали оратора, который не понаслышке знает об одном из значимых событий 20-го столетия. Все мы, наверное, с детства помним, что дата 7 ноября – это красный день календаря. Это тот день, когда появились первые, так скажем, зачатки нашей современной, суверенной Беларуси, создания нашего суверенного государства. Когда начал развиваться белорусский язык, белорусская культура. И, конечно же, для нашей страны дата 7 ноября – это не просто красный день календаря, это определенная веха в истории, определенная страница истории уже сегодня независимой, суверенной страны. Среди гостей мероприятия, людищие богатый жизненный опыт, четкая гражданская позиция и, несомненно, преданность родине могли бы стать отличной нравственной платформой и стимулом для молодежи. В судьбе Алексея Тихонова события Октябрьской революции сыграли большую роль. Мужчина, за плечами которого немало жизненных испытаний, сегодня ничуть не жалеет о том, через что ему довелось пройти. Я вырос в крестьянской семье, и у нас было 8 детей, представляете, 8 детей у крестьян, все учились, все учились. И вышли технологи, вышли военные, я в частности военнослужащий, я отдал родине свою жизнь и здоровье. И я горжусь тем, что я прошел такой жизненный путь. Участник, значит, воин-интернационалист, участник испытания оружия, атомного оружия на себе. Все я прошел, все я испытал, все я могу, потому что за моей спиной Великая Октябрьская революция. Я горжусь этим. Мероприятие, посвященное важной дате, стало еще одним поводом пролистать страницы истории и наполнить добрым смыслом фразу «неразрывная связь поколений». Нам сегодня не безразлично, какое будет наше будущее, кому мы передадим. Поэтому мы всегда, вот то, что мы делаем, значит, мы должны показать и пример, и как это делать, и какие уроки извлечет наша молодежь.